Вопрос юного болельщика адресован к одному из самых именитых футболистов клуба, 37-летнему Денису Глушакову. Играл за «Спартак» локомотив «Ахмат». Послужной список спортсменов впечатляет, но футбольный клуб «Химки» в карьере Дениса занимает особое место. Несколько лет назад он уже выступал за подмосковную команду. В конце июня опытный футболист вновь подписал контракт с «Химками». Впереди первый матч высшей лиги. Играем дома, хотим порадовать своих болельщиков. Первая игра чемпионата. Хотелось бы войти поезд, столкнуть по рельсам, чтобы он шел по накатанной и как дальше. Так что все силы отдадим. В прошлом сезоне команда в высшей лиге участия не принимала. В году текущем клуб вернулся в высший футбольный дивизион России. Перемены и в тренерском составе. Притом серьезные. Главным наставником команды стал представитель Испании, страны, чья сборная по футболу недавно выиграла чемпионат Европы. Теперь команду «Химки» возглавляет Франко Артиго. Всем спасибо большое, что пришли сюда. Нас ждет много матчей. Это будет непростой сезон. Подготовка к непростому сезону более чем серьезна, что и продемонстрировали болельщикам мастера дриблинга и паса. Силовая разминка, отработка передач, обход вот таких манекенов, не теряя мяч. Болельщики, среди которых немало юных футболистов, жадно внимают происходящему на поле стадиона Родина. Интерес у юных спортсменов не только к действиям форвардов и полузащитников. Артем Чулак, например, восхищается игрой галкипера команды Игоря Обухова. Я видел, как вратари тащат всякие, Обухова увидел, ну вот и вдохновился, и тоже встал на ворота. У меня получилось. Открытая тренировка удалась, говорят спортсмены и болельщики. Перед началом и в конце сезона такие встречи необходимы, и польза от них несомненно. Самое главное, все вместе решили общую задачу выхода в премьер-либу, поэтому очень приятно здесь всех видеть. Вот, надеемся, как можно больше людей будет приходить на стадион, поддерживать нас, и надеюсь, мы будем рады этих победами. Ждем на трибунах, всех рады видеть, и уважаем и ценим вас. Молодцы, что болеете за Химки, ваша поддержка нам необходима. Чемпионат России стартует уже в это воскресенье, 21 июля. На поле арены Химки выйдет команда одноименного клуба и Динамо Махачкала. Важная особенность, тем, кто решит в этот день поддержать нашу команду, необходимо оформить паспорт болельщика. Юлиана Мазырина, Владислав Грачев, Услан Сафин. Новости Химки ТВ.